В эфире телекомпания «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главные темы сегодня. Казусы воспитания. Мужчина сымитировал разбойное нападение, чтобы научить подростка закрывать дверь. Я в гараж. В кооперативном боксе хранилось 2,5 тонны алкоголя. Завязали или не нашли? Наш специальный репортаж из ЭК-6 об адаптации бывших наркоманов в колониях. Насмотревшийся боевиков 16-летний подросток и подумать не мог о том, что когда-нибудь в своей собственной квартире будет ослеплен слезоточивым газом, связан скотчем и напуган человеком в маске. И вдвойне удивился, когда узнал, что грабителем был собственный отец. Связанного сына, перепугавшегося не на шутку, обнаружила мама семейства, которая вернулась домой. Первые нестыковки начались, когда дело коснулось показаний. По словам юноши, его так быстро обездвижили, что он толком ничего не разглядел. Отец утверждал, что был избит в соседней комнате и ограблен на 7 тысяч рублей. В ходе проведения дополнительных оперативно-рыскных мероприятий был выявлен факт того, что действительно хозяин квартиры обманывает сотрудников полиции. И по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 306 Уголовного кодекса, который находится в настоящее время в производстве и по нему проводят следственные действия. Маскарад мог пройти успешно, если бы не внимательные сотрудники полиции, которые вывели горе-воспитателя на чистую воду. Оказалось, что таким образом 34-летний отец решил провести воспитательную работу. Надоело то и дело просить подростка закрывать входную дверь. Я хотел просто, чтобы он испугался за свой ноутбук любимый, который он прямо обожает. И просто хотя бы за себя, чтобы он понимал, что нужно закрывать за собой дверь. Я взял маску на тему, да и пшикнул ему в лицо, и руки ему связал. О том, что за шуточное разбойное нападение, тоже придется отвечать по закону мужчина, не подумал. Но почему-то кажется, что самый действенный урок воспитания оба участника псевдоограбления получат от мамы. Почти две с половиной тонны поддельного алкоголя на днях изъяли из незаконного оборота рязанские полицейские. Внимание оперативников привлек один из боксов гаражного кооператива «Ситники». Алкоголь был как немаркированный, так и с акцизными марками с явными признаками подделки. Полицейские изъяли 2325 литров спиртосодержащей жидкости. По предварительным данным, контрафакт мог реализовываться в мелких розничных точках областного центра. Эксперты утверждают, 65% алкоголя на рынке – контрафакт, только бывает он разный. Большая часть производится на официальных заводах, но с отдельной партией бутылок никто не платит налоги. Кроме налогов экономят еще на спирте, берут то, что дешевле. В этом бизнесе в моментальных отравлениях не заинтересованы, но при регулярном употреблении контрафакта вредные примеси накапливаются в организме, происходит медленный отказ внутренних органов. Так что не стоит соблазняться ценой и брать к столу, что попало, дабы рюмка за здравие не оказалась за упокой. Обычная лекция. Кажется, кроме низкой оценки, бояться нечего, но в дух и аудиторию врываются люди с оружием. Все, все! Они здесь! Сюда уходи! Во мне! Голову вниз! Это всего лишь эпизод учений, но даже заведомо зная, что никто не пострадает, начинаешь думать о единстве силовых структур и органов местной власти, особенно когда одна из гранат оказывается в руках юной девушки-студентки. Сюда! Местом проведения учений был выбран Лизанский медицинский университет. Выстрелы настолько реалистичны, что молодежь не сразу реагирует на команды. Помощь приходит в считанные минуты. Таков идеальный сценарий пресечения акта терроризма в людном месте. Снова справились. Специалисты все чаще ассоциируют наркоманию с радиацией. Ни вкуса, ни запаха, ни повальной эпидемии. В какой-то момент просто понимаешь, что состояние знакомого человека стало другим. По словам психологов, есть два основных типа наркоманов. Первые – ведомые люди, которые легко поддаются влиянию, а потому и вылечить их значительно проще. Вторые – с детства лишены внимания и любви близких, и по этой причине сформировали свое внутреннее сознание. Однажды им становится просто в нем тесно, и как раз наркотики помогают расширить эти условные границы. Но главный парадокс в том, что лучшим учителем в итоге и для тех, и для других оказывается тюрьма. Туда мы и отправились выяснять, чем именно адаптация в колониях отличается от всех остальных. После долгих уговоров близких, трудного лечения и переосмысления поступков, каждый бывший наркоман оказывается на перепутье. С одной стороны – семья, с другой – прежняя, не самая положительная компания, с третьей перспективы. Одна из программ для осужденных, имевших пристрастие к наркотикам, так и называется – «Перекресток». Шестая колония – это как раз то самое место, где была создана и опробирована программа «Перекресток». И она заняла третье место на всероссийском конкурсе пенитенциарных психологов. Была разослана в другие регионы, как передовой опыт, активно используется, активно внедряется не только на территории Рязанской области, но и на территории всей России. За коробкой с яркими пуговицами или набором картинок не сразу разглядишь главные инструменты психолога. Самый яркий предмет – детство, более скромная в цветовом отношении – юность. А дальше вопрос – насколько насыщенным был тот отрезок жизни, который потрачен на наркотики? Свои выводы по окончании курса занятий с психологами осужденные должны описать в Большом эссе. Почитать любопытно. В следственном изоляторе они проходят так называемую ломку, когда отходят от ВК, это наркотик. Здесь они поступают, у них, скажем, уже период такой адаптационный прошел. Я полгода просидел в тюрьме, и, естественно, это уже дало сознание. В колонии тюрьма отличаются немножко. Ну, свежим воздухом, более как-то свободно можешь передвигаться. Спорт, городок здесь есть, промзона. История Владимира мало отличается от всех других. Просто повезло меньше. В итоге оказался за решеткой. Но и на это как посмотреть? Для него вынужденная ремиссия стала скорее спасением. С героина начал. И был такой период времени, что употреблял его, наверное, 4-6 месяцев. И вот по истечении 6 месяцев уже было сложно бросить как-то самостоятельно. Нужны были вспомогательные средства, скажем, какие-то. Изоляция и так далее. Наверное, отталкиваясь от поговорки от суммы, тюрьмы не зарекаются. Ну, не исключал, да, скажем. Тем более, ну, знал, что имею дело с наркотиками. Конечно, где-то предполагал. Погрузился в эту сферу незаметно. И было уже тяжело бороться, когда понял, что нужно бороться. Хорошие родители образования, жена, двое маленьких детей – все это быстро отходило на второй план. Появилась только новая задача – заработать больше, чтобы не отбирать у семьи. Многие приезжают, имея семьи, имея детей, родственников. И, в прежде очередь, конечно, вот это влияет фактом, определяющим его поведение здесь, в исправительном учреждении. На всякий случай, каждая женщина, попадающая на территорию колонии, получает специальный брелок с тревожной кнопкой. В случае ЧП помощь придет незамедлительно. Но пока устройством пользоваться никому не приходилось. Психологам в колониях вообще отношение очень уважительное. Они примут, выслушают, помогут понять самого себя. На состоянии здоровья, потому что, как правило, приезжают они сюда уже с рядом серьезных заболеваний, в том числе и психических. И поэтому в комплексе здесь мы стараемся проводить и с медицинскими работниками. В ЭК номер 6 – 4 психолога. Всего в колониях Рязанской области их 35. Что интересно, Владимир попал в места заключения совсем не за наркотики. И поначалу вообще отказывался признавать наличие проблемы. А в итоге сам попросился на занятия, как и многие другие. Да, они действительно приходят сами. Начинать было достаточно сложно. То есть первое время мы их собирали в группу, уговаривали, но это было лет 6 назад. Сейчас слава идет вперед. Они прекрасно знают, что во время занятия они получают для себя и интеллектуальный заряд, и могут расслабиться и пообщаться в неформальной обстановке. Татьяна чуть больше двух лет работает с осужденными и уже устала отвечать на вопрос, почему добровольно помогает именно этой категории своих пациентов. Приходят осужденные и порой даже приносят списки группы и говорят, что вот мы подобрали группу, мы все психологически совместимы, возьмите нас, пожалуйста, мы готовы работать друг с другом. У нас будут проходить какие-то положительные процессы и динамика. В этом кабинете следует определенному списку правил, хотя на первом занятии самое простое из них – не перебивать друг друга – оказывается и самым трудным. Наверное, только с третьего занятия такие, как Владимир, осознают, где и почему оказались. Первые, наверное, два занятия эту эмоциональность было сдерживать достаточно тяжело, потому что он, собственно, одна из особенностей наркоманов, говорил, практически не переставая, так как он не один в группе, все-таки уделяется внимания же всем, высказывал, комментировал практически любые моменты. Вот с психологами столкнулся впервые и до этого не имел представления, как и что это будет выглядеть. Но, в принципе, все очень легко, все доступно, непринужденно, и очень все наглядно как-то рассказывается. Они же получают домашние задания, работают над собой, и таким образом отвлекаются от тюремной субкультуры и вообще от того, что они находятся в изоляции. А вот психологам стало труднее. Если еще 15-20 лет назад наркоманы сидели на марихуане и героине и через несколько месяцев приходили в себя, то современные синтетические наркотики напрочь разрушают психику. Редкий человек, подсевший на спайс, проживает десяток лет. Не хватало сил и воли изолировать себя от наркотиков. Просто нужно было какое-то время, чтобы отойти от этого. А, собственно, из-за того, что нужно работать, общаться, и из-за этого сталкиваешься с этим. Вот, нужно было как-то себя изолировать. Ну и, собственно, вот тюрьма помогла вот этой изоляцией. Дома вас простили, вас ждут? Ждут, конечно. Даже сами сотрудники колонии однозначно не ответят на вопрос, есть ли выражение бывший наркоман. Они бросили, потому что смогли, или потому что не встретили соблазнов? Это все с работы. Вот, собственно, работал с коллегой и вот так вот попал под зависимость. Когда ваш супруг заметил, что вы чуть-чуть изменились? Ну, я сам признался, наверное, в самом начале. Какая реакция была? Отрицательная. Что ты говорила? Пойдем лечиться, пойдем, не знаю, куда, к психологу. Да, нужно бросать, нужно прекратить, ну и так далее. Собственно, поезжали куда-то, но по возвращению все возвращалось. Плакала, просила, умоляла? Да. Вам было не жалко в тот момент? Конечно. Эта методика называется метафорические карточки. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Каждый человек увидит в абстрактных картинках что-то свое, ассоциируя линии цвета с личными воспоминаниями и представлениями. Внимательно рассматривая картинку своих ошибок, Владимир сказал ключевую фразу – меня здесь, наверное, нет. Здорово то, что даже в настоящем, где, в принципе, он видит окружающих достаточно негативными личностями, он нашел что-то похожее на улыбку и сказал, что здесь он улыбка. Наркозависимость, как запретное райское яблочко, вкусив которое, в рай вернуться уже невозможно. И постоянно приходится держать себя в руках. За прошлый год в учреждениях региональной пенитенциарной системы было изъято более 722 килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Наркоторговцы и грабители, укравшие ради денег на очередную дозу, заметно тесняют ряды преступников. В сравнении с прошлым годом, это где-то на одну треть увеличения произошло. И в настоящее время это содержится у нас порядка 600 человек. Кульминацией адаптации в колонии становится яркое общеколонийское мероприятие «Суд над наркоманией». Сценарий, в принципе, есть, но каждый раз местные режиссеры, постановщики и актеры вносят свои дополнения и драматургию. В зависимости от ощущений и выводов. Людям, которые попали в такую же ситуацию, конечно, хотел бы сказать, во избежание тюрьмы, посмотрите вокруг. То, что страдают только все ваши близкие люди из-за того, что вы получаете эйфорию. У Владимира подрастают на воле дочка и сын. Пока в силу возраста они легко верят в добрые сказки о папе. Но он готов и к семейному суду. Да, расскажу. Буду вот этим негативным опытом стараться уберечь их от каких-либо неправильных шагов. Чудес не бывает. Любое решение в жизни – это личный выбор и ответственность за него. Так вот, мы желаем, чтобы труп психологов и работа над собой не прошли даром. И долгожданная свобода снова не превратилась в клетку для тех, кто вынужден жить с наркоманами. По-прежнему ждем от вас вопросов и предложений и всегда рады осветить новую тему. А на сегодня все. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин